Сегодня мы с вами рассмотрим интересную задачу, которая возникла 37 лет назад. Довольно много времени прошло, но задача, она остается актуальной, еще долго, наверное, будет остаться актуальной. Это задача измерения мощности. Для измерения электрической мощности необходимо возводить в квадрат напряжение или ток. Для этого существует множество различных средств, но вот именно 37 лет назад было предложено средство, которое мы в свое время назвали электрическим градусом, которое непосредственно показывает уровень, так же как градусники, непосредственно показывает уровень напряжения, уровень квадрата напряжения цепи. Это устройство имеет следующий вид. Сейчас я его покажу. Вот видите баллон. Ну, так же как в термометре. В термометре баллон. Баллон, напомним, диалетическую жидкостью. Экционой жидкости. Баллон тоже диалетический. Имеет другую диалетическую, при этом вовсе в виде экционой колбы. Значит, колба заканчивается капиллярной трубкой. В капиллярной трубке устанавливается метрый уровень. Это единый перестырживкости. Я проявляю. Ели с покажем. По бокам этой колбы установлены два электрода. Ну, они могут быть расположены по-разному. Ну, в данном случае указано, что они снаружи расположены. Заштрихованы штриховкой. Вот они. Один, и вот второй. К ним подсоединяются клеммы, подобное напряжение, квадрат которого мы хотим изменить. При воздействии на напряжение мениск идет вверх. То есть, его смещение Х от нижнего уровня У1 от нижнего уровня У1 и до верхнего уровня соответствует пределы измерения и отклонение Х соответствует квадрату к одному напряжению. Для того, чтобы это посмотреть, достаточно открыть задачу. Вот, допустим, источник прототип 20 и так далее. Задачи по электродинамике. Там есть аналогичная задача по измерению смещения Х в мениске. В мениске. Ну, значит, теперь остается только уровень жидкости преобразовать тоже в электрический сигнал. Но это тоже достаточно несложно можно сделать. Например, таким образом. Источник света поступает через этот мениск поступает и на измерительное устройство, которое преобразует световой сигнал преобразует в электрический. Ну, это может быть фотосопротивление и усилитель. И в результате получаем мы на выходе после преобразования линейного усиления получаем сигнал у выхода, который пропорционален этому смещению лучше, то есть пропорционален к одному напряжению. На это устройство, конечно, подана заявка. Вот она, заявка. В 75-м году. И получено авторское свидетельство СССР. Авторами данного устройства являются Молоткин и Мухопад. Ну, ваш похорный слуга, Мухопад, академик, работает в Орхудском государственном университете для внедорожного транспорта в заведении СССР. Послужен действительность деятельности СССР. Федерации и почетный академик несколько декабельных, в том числе и США, академические США. Вот такое простое устройство. Оно работоспособлено, конечно, химический принцип простой. Естественно, что квадрат этого напряжения мы потом можем умножить на время и получается мощность из расходной данной цепи. Кроме того, это сподное напряжение может быть снято соответственно с резистора и это будет оно пропорционально току в цепи. То есть мы можем получить и квадрат тока. Ампер-частер, если умножить потом квадрат этого тока на сопротивление и на время, то это будет у нас сопротивляемое мощность. Конечно, студенты, которые меня постоянно смотрят, это продвинутые студенты. Я для таких студентов читаю, которые отличники, у которых будет диплома, может быть, красные дипломы, которые и для аспирантов, которые пишут в дистанционной работы в данном направлении по измерительной технике. Данная идея может для них являться отправной точкой, поскольку измерение потребления мощности сейчас актуальная задача, поскольку существующие средства измерения не не перетворяют. Даже в бытовых условиях народ у нас просто может сказать ворует это электричество таким путем составляет магнит мощный туда к этому щепочку и он останавливается происходит остановка щепчика. В результате этого, конечно, воруется очень много электроэнергии, потери большие. Поэтому задача по измерению мощности цепи у нас остается актуальной до настоящего времени. и может быть вот эта идея, которая старинная, все, что новое, это хорошо забытое старое, может быть кто-то и эту идею разозвет на новом уровне, на современном, с учетом нанотехнологий, с учетом новых гимнастриков жидких. В частности, здесь чувствительность этого прибора определяется величиной гимнастрической проницаемости этой жидкости. А чем больше жидкость будет иметь гимнастрическую проницаемость, тем будет больше отклик этого прибора на меньшее напряжение. А как известно, вот наибольшая гимнастрическая проницаемость мне известна, может быть сейчас синтезирована более вещества жидких больше проницаемости. Но на мой взгляд вот ДНК имеет такие вещи как ДНК или гимнастрическая проницаемость вычисляема может быть даже сотнями тысяч, может быть даже миллионами относительно гимнастрической проницаемости. Поэтому чувствительность можно прибора этого поднять в большой чуть-чуть раз. И можно измерять небольшой тупой. Вот такой простор и актуальность простор для фантазии инженерной мысли и для конструкторских идей здесь огромный данный задач поэтому для аспирантов которые пишут диссертации по измерению мощности электрической мощности это может быть одна из тем такой диссертационной работы. Ну сегодня наша лекция закончена. До свидания. До следующих встреч. Спасибо за внимание. До свидания. .